Два часа на амбуке. Два часа на амбуке. Что-то с яблоки. Друзья, доброе утро. Сегодня очередной день. Сегодня мы пойдем в кибернат. Мы полетим на вертолете. Здесь рядом взлетная посадочная такая полоса. Буквально через дорогу находится. Стоимость полета на вертолете стоит 6200 рупий. Это примерно порядка 80 долларов. Плюс-минус. Время в полете где-то 15 минут. И потом назад еще также на вертолете. Потом нам надо будет подняться 20 минут к храму к самому. И я там по ходу вам расскажу. Сегодня мы хорошо переночевали. Здесь было в принципе достаточно тепло. Хорошее теплое одеяло. Есть горячая вода. Здесь есть цивилизация. Это не так, как в Ганготре, где на улице минус 2 и в номере плюс 2. И нет ни воды горячей, и света днем нету. И может ночью не быть света, потому что у них проблемы с электричеством. здесь очень красиво. Сейчас вам покажу гору. Где там она видна? Вот она, смотрите. Ну а взлет на нашу. Вот видите, вертолеты стоят. Шумно, конечно, дико. Они мощные такие, что... Вот она, смотрите. Ну а взлет на нашу. Вот видите, вертолеты стоят. Шумно, конечно, дико. Они мощные такие. Ну что, мы отправляемся на взлетную полосу. Сейчас полетим на вертолете. Ну а, типа, на знакомых. Я в камеру. Улетел. Ну, надеюсь, это не наш. Полетаем, посмотрим с высоты птичьего полета. Что такое Кедернакт. Поднимаемся мы вот в такую площадку. Там мы рассчитались. 6500 стоит человека. Квартонная вертолетная площадка. Здесь нас взвешили. Взвешивается багаж. Ресепшн. Стоим в очереди. И дальше летим. Вот ребята наши готовы к полету. Зал ожидания. Ждем нашего автобуса воздушного. Ребята, готовы к полету? Мы полностью готовы к полету. Особенно после рассказа Дмитрия про паспорт, который нужно запихать туда. В сокровенное место. В сокровенное место. Которое останется все-таки в сохранности даже после авокатастрофы. Дмитрий, а вы уже это сделали? Можно посмотреть? После того, как у меня пролетел камень, я понял, что здесь мне, к сожалению или к счастью, не погибло. Поэтому я расслабился. То есть расслабили? В целом мы решили все это пока не делать. Мы успеем это сделать в вертолете. Если что-то произойдет. Но если все адресы попросят, они примерно сделают. Выдали нам билеты. Вот так они выглядят. Провели подземный зал. Сейчас ждем. Мы вторые. Сейчас ребята улетят. И потом сразу... Здесь есть карта. Сейчас я вам покажу. Вот она. Вот куда мы полетим. Видите, вертолет туда пошел. Здесь по весу. Раз разделили, потому что ребята более полненькие оказались, а мы более дохленькие. Или наоборот. Наши два человека сидят, тащатся, ждут своего вертолета. Кирилл, что такой хмурый? Боишься летать? Нет, летать я боюсь. Страшно? Совершенно не страшно. Состояние такое невеселое. Непонятное, да? Трепетно? Сергей, как ощущения? Предвкушение. Встреча. Предвкушаем встречу. Хочется? Даже не верил, что это возможно в принципе. Ну вот мы на взлетно-посадочной уже полосе сидим, ждем нашего вертолета. Сказали, снимать нельзя во время полета. Рассказали, как к кому садиться, что багаж они сами закинут. Ну, будем снимать втихаря. Может быть, что-нибудь снимем все-таки. Типа опасно для балансировки вертолета, не отвлекать пилота. И наклонение вправо-влево может привести к аварии. Из-за этого запрещено. Ну, вот наши коллеги индусы здесь, я не понял половину того, что не говорили, но они вроде бы попросили поснимать их немножко, чтобы чуть-чуть какая-то история осталась. Вот они, наши коллеги по полету. Возьмут стеклу для вертолета. Ну, она направо. А, я застегиваюсь? А, окей. На юге сайта. Это я. Постегивайтесь. А, не в сейте, я не знаю. Удевай самчик, где есть. Снеги, сонеги. Возьмут стекли. Возьмут стекли. Возьмут стекли. Снеги. Возьмут стекли. Возьмут стекли. Субтитры делал DimaTorzok Я поэтому и сюда и сел с краю, а то он меня начал туда, давай в центр, я бы ничего не поснимал Ну все, ребята, мы летим, это круто, конечно Не знаю, насколько нам шиво поспорим снимать, но я думаю, первый раз Летим двойник шире, в голову второй раз Летим двойник шире, в голову второй раз Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, ребята, мы уже поднялись Кедерат Сейчас пойдем к храму Два часа погуляем здесь и спустимся Ну полет на вертолете, это, конечно, круто Снимать нельзя, нам запретили, но тихоря мы сняли Все это дело Я нахожу саньясу, понимаешь, вытащил Смотрите, ребята, это у нас кедернат храм, он там находится И гора кедернат храму, и гора, вот сзади кедернат храму, а справа у нас находится Кала Пхайрава Кала Пхайрава, это шива, яростная форма, которая защищает это место от всего, чего только можно Ну а здесь у нас это проявление шивы Там проявилась его спина Я расскажу легенду попозже немного Как это все было Ну пойдемте 3,800, дышать тяжело Надо глубокие вдохи делать Сколько часы показывают? 3,345 показывают часики у нашего Димы Высота 3,345 3,345 Давайте поснимаю красоту Вокруг Да, оно того стоит, конечно Горы, Гималайя, это круто Здесь холодно В принципе, я в одних штанах, в таких ветровке Мне комфортно Ну и у меня байка и толстовка еще Если вы так оденетесь, в принципе, вам будет комфортно Но рекомендую с собой взять еще теплую одежду на всякий случай Потому что погода может резко поменяться И тогда вам уже будет не так комфортно Что ты им показываешь? Показываю, что стеной обнесли все, этого не было раньше Вот этой стены Это вот после оползли, да? Ну да, после оползли Но стену сделали недавно, в прошлом году ее не было И вон поставили, смотри, какие заградительные штуки В ежи Зачем? Но тоже от камней От камней цикла Да, от камней Мы тут решили второй бодринан сделать, е-мое Ну, слушай, вообще так, широко Отстроились, да, с прошлого года? Палаточные городки, можно переночевать, если хочешь, да? Там инвестиционно настроили, новенький Ага Красота Вот так вот тоже ездят Воздуха не хватает уже Голова начинает кружиться От того, что 3-400 И мы еще выше поднимаемся За год За год, ребята, говорят, очень сильно отстроили Потому что здесь В прошлом году практически Много чего не было Из-за этого ступени не было Офигеть, они уже здесь Вообще крутое Вообще крутое У нас интернет есть Да? Как вы? Пошли Привет, вообще круто Ну, это, конечно, еще тот Наши ребята Протчапались 14 километров За 5 часов Ну, приключение сказали еще то Все наши команды уже в сборе Вот Дима дошел только что Ребята 30 минут назад пришли Мы, в принципе, угадали время Здесь есть даже интернет, они говорят Юзают сейчас активно Вот он, храм Ладно, я пойду, ребят Вы попозже пойдете? Я с тобой Лучше группой идти Вот он, бык Это проявление Шивы Надо босиком идти, я так понимаю, да? Скандал будет, не фотографируйте внутри А видео снимать? Ничего нельзя снимать Сфотографируйте нельзя то видео, тем более Что-что? Если не верите, можете попробовать Снимать внутри нельзя, поэтому камеру я выключаю Что остается Юля, как ощущения? No comment? Сергей? Со второго раза лучше зашел С первого раза тоже был Вышел очевидно, вообще ничего не понимаешь Просто, блин, самоседствие какое-то Ну, хорошо, что не задавили Дестибили бы Дестибили бы Дестибили Это подношение Шиви То есть, он говорит Шиви достаточно подносить Листья биливые, чтобы А куда? Туда пойдем? Потому что он нагрегается А листья биливые Он тоже не нагрегает Внутри не будешь, он нагрегает Это мы понесем туда Хава Ну, я пойду еще Можем туда Да ладно Да, действительно, там такая энергетика Очень интересная Ты туда попадаешь И стены Из другого материала Такие восковые И... Ну, это надо увидеть, ребят Вы сюда лучше придите И обязательно посетите это место Сами поймете Что это такое Ну, историю я, как говорил Я немножечко позже Начитку сделаю Я вам расскажу Чтобы у вас было представление Снимать внутри нельзя Потому что оборудование Выходит из строя И, как правило Ничего не сохраняет Не получается Ну, это святое место Поэтому Не надо нарушать Традиции Если говорят нельзя Значит нельзя Это монахи, которые верят Шиву Поклоняются ему И курят они марихуану сейчас Ну, вот я вошел вокруг храма Как оно, Дим? Ничего не хорошо Сходил в храм Вот этой энергией благостной Наполнился А сейчас кушаю вкусное Гималайское яблоко Ну, что может быть лучше? Просто все удачно проходим Попробую рассказать вам Историю, легенду Этого храма Появление его У Шивы Есть три проявления Это высший бог Сатра Шива Я, возможно, неправильно говорю Потому что Это очень сложно запоминать Потом у него есть Второе проявление Это Шамбу Шива Это проявление Оплодотворения Оживления То есть Ордотворения И есть Рудра Шиву Шива Это Разрушающий Разрушающий Шива Который Уничтожающий Отвечающий за время И прочее Вот три проявления И И Как появился Этот храм Шивы Хима Это Царь Или полководец Собирался На войну И хотел получить Благословение Шивы Что все будет хорошо Что Они победят Ну, что бог Он дал благословение И начали искать Шиву В разных местах Пришли в один храм Его там не оказалось Сказали, что он ушел Пришли во второй храм Его там тоже не оказалось И они потом пришли в Кидерат И увидели, что Здесь Пасется большое Стадо Быков И один из них белый И они поняли Что это Есть Шива Это проявление Его В этом мире И Хима Зная, что Шива Не позволит Пройти между ног У него Сказал своим воинам Чтобы они всех Коров Быков Прогоняли Через между ног У него И Шива проявился Не позволил Прогнать его Среди ног Тогда Химас Поймал его За хвост И начал просить О милости Чтобы он Воплотился И дал благословение Свое Шива Не хотел этого И он начал Проваливаться Под землю То есть он начал Проваливаться Под землю И Он весь провалился Осталась только спина И вот здесь Его проявление Спины И На этом месте Вокруг этого места Воздвигнут Храм Храм Шивы И еще В нескольких местах Есть несколько проявлений Это его руки Правая и левая И Голова Волосы И там тоже храмы То есть Четыре таких Самых значимых места Где Проявление Шивы Ну вот вкратце Легенда этого места Еще из интересных фактов В 2013 году Здесь произошел Оползень И все Что здесь было Вокруг Все было смыто Погибло около Десяти тысяч человек По данным То что мне Мне говорили И здесь Не осталось ничего Остался только Этот храм Все кто были в храме Погибли Задохнулись От удушья Но храм Вот целехненький Как был Так и остался Все вокруг Было уничтожено Все смыло Представляете Да И как после этого Не говорить Что это Не чудо Ну это факт Это символ Шивы Трезубец Ну а вот Бык То что я вам говорил Проявление Шивы И вот его Гор Спина И в этом храме Там где мы были Внутри Видите Огородили забором После того Как произошел Оползень Чтобы защитить Хотя конечно же Это не защитит Если пойдет оползень Все это будет снесено Выдвинулись мы К хала Харай На 500 метров Будем подниматься Здесь уже снег Скользко Здесь ручеек Сейчас по камням Мы перейдем Аккуратно Слава Подстрахуй Давай Руку девай Чтоб ты А ради Грады Грады Тут камни могут быть Скользкие Вот такой мостик Ну короче Блядь Что-то съемное Давай Легких путей мы не ищем Судя по всему Ну вот мы за стеной Здесь нет защиты От оползней Вон наши ребята Они по кругу обошли И тоже идут Догнали нас наши ребята Судя по всему Спасибо богу Здесь вот Продолжение следует... 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 Так я ещё чай не пил Под вертолёт? Под вертолёт, да Дима, как тебе полёт? Ты первый раз? Нет, это не первый мой Но я просто перевариваю Попытка отлёта Мощный снег Стоим, мёрзнем Потом открылось небо Мы впрыгнули Улетели, прилетели И тут тишь И чайная церемония Сначала вы дрались за очередь вылета Да, сначала была драка Отжали Друзья, спасибо за просмотр Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки Пишите комментарии С вами был Лосинок Евгений Викинг Туристик Проверенное качество отдыха По выгодным ценам На viking.by Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»